здравствуйте дорогие мои телезрители телеканала афонтова я всех очень люблю и конечно мои подписчики на канале youtube привет вся россия сегодняшняя тема это тоже выгонка только каких цветов это необычные цветы которые вы никогда не берете на выгонку это нарциссы и совершенно напрасно вы это не делаете да поглядите вы пожалуйста какая красота-то да просто ну слов никаких нет вы такие вообще нарциссы видели да боюсь что половина из вас точно не видела я не устану повторять что в городе красноярске моем любимом на планете земля посадочный материал просто супер качество а разнообразие это здесь наверное ой сотая может быть часть того если даже извините не 200 часть того что у нас имеется в продаже а качество после посадочного материала она вообще превосходит все ожидания я вам уже показывала в одном из сюжетов как это все красиво выглядит но в общем то все луковичные как бы до выгоняются прекрасно это могут быть и мускари и галантусы и там не знаю из силы все что угодно вот как вы захотите хотите иметь голубое озеро из этих пролесок такого пронзительного небесного цвета то купите вы их пару пачек да поставьте посадите вы их в обыкновенный круглый какой-нибудь красивый горшок можете потому что он потом у вас будет в комнате и у вас будет уже через три-четыре месяца озеро голубых цветов дома вы понимаете впереди долгая снежная зима холодная скорее всего и мы так соскучимся вот по этой красоте что лучше хоть немножко но сделать выгонки и я хочу еще раз повторить вот про тюльпаны сказала теперь про нарциссы пожалуйста вы помните о том что если вы до середины октября не сделаете вот того что я вам показываю то тогда уже просто дальше бессмысленно это делать и не надо меня спрашивать а можно 20 а можно 25 нет не можно вот 15 это крайний срок вообще хотелось бы чтобы вы понимали до 5 октября это всегда делается но в этом году раз осень такая длинная до 15 и вы будете сажать свои нарциссы слегка влажную почву потому что им надо выпустить корни как посадить я вам покажу убрать после посадки достаточно холодный сухой подвал влажный не годится подвал вообще ни для чего это будет большая проблема гнили плесени и так далее и никакого вот этого красоты не будет если вы все сделаете правильно ваши нарциссы будут в этих ящиках ну просто я не знаю как это красиво у нарцисса луковицы не похожи конечно на тюльпанные и их не надо разворачивать скошенным боком в одну сторону нет мы будем высаживать прямо как и положено единственное хочу сказать что здесь посмотрите есть детки причем детки очень большие и покупая вот такие луковицы нарциссов да если вы это делаете вовремя и садите в землю на даче вы сразу можете получить два куста нарциссов а не один здесь вот детки почти как мама эти какая большая мы их отделять не будем но я постараюсь посадить их правильно вот это вот эти корни здесь конечно не нужны вот эту гниль всю нужно убрать потому что при соприкосновении с влажной почвой это может может просто элементарно загнить насколько глубоко нужно посадить нарцисс но если мы в саду садим нарцисс на штык лопаты и это до 20 сантиметров вот такой контейнер едва едва отвечает требованиям обычно я сажала в горшки роза вот они отвечают требованиям посадки нарциссов но в данном случае горшки роза на даче выкапываем лунку вот я вилкой достала до дна чуть-чуть туда почву опущу а теперь я опущу туда нарцисс опущу его слегка прижимая его донца слегка а не так чтоб треснула вот знаю я вас ваши золотые руки как уж вы любите это вот это все вот посадить как не надо посмотрите вот здесь нарцисс да я посажу совершенно рядом практически не давая им места между собой и опять я опускаю туда его и слегка придавливаю слегка значит засыпаем до лунки засыпаем ну и конечно тоже слегка уплотняем почву никаких воздушных карманов там быть пазух воздушных не должно значит досаживаем эти ряды а потом ну можно друг против друга можно чуть в шахматном порядке для того чтобы у нас вошло луковиц как можно больше потому что после того как мы вытащим тюльпаны уже отстоявшие там два три месяца в наших подвалах естественно они начнут прорастать но мы их эти контейнеры с посаженными луковичными мы их конечно сначала будем держать дома на прохладном солнечном окне желательно чтобы окно было восточным там же солнце всходит именно там растением лучше всех на свете окон находиться и мы должны понимать что как только на наших балконах станет достаточно тепло ну хотя бы 10 там 6 10 градусов плюс мы можем совершенно спокойно наше растение перенести в лоджии и балконы для чего а для того чтобы вот цветоносы которые пойдут если будет жарко они будут худые тонкие длинные а если будет прохладно они будут толстые крепкие и уж конечно и цветочные почки там будут развиваться нормально значит луковички перед посадкой очистить убрать эти вот старые загнившие слегка корни у каждой луковицы не надо их толкать в землю не очистив все это печально печально кончится еще раз говорю так убираем все и запомните пожалуйста как только вы вытащите через два-три месяца но лучше после нового года свои контейнеры из подвала и не забудьте раз в месяц их нужно слегка поливать вот закрывать их вот так сверху не обязательно если только перфорированным картоном то есть с дырками тогда можно но значит закрывать вот так в плотную не желательно полить один раз в месяц обязательно и как только вы вытащите ящики из своих подвалов сразу после нового года обязательно пролейте их как следует первые кто просят воды на даче и вообще вот на выгонки это именно нарциссы хорошего вам цветения и я уверена на сто процентов что у вас все получится а